Маленькие жители Нижней Пёши в этом году переступят порог новой школы. По крайней мере, так обещают подрядчики. Сейчас на объекте ведется обустройство площадки, а также устранение замечаний пожарного надзора. Ход работ проинспектировал глава региона Игорь Кошин. Да, значит, у нас есть требования, метр двадцать, здесь есть начальная школа. Высота перил должна быть не ниже 120 сантиметров. Подрядчики, видимо, решили перестраховаться и сделали метр пятьдесят. Свежие сварочные швы, как доказательство проведенной работы над ошибками. В роли строгого проверяющего Светлана Мащенко. Она скрупулезно оценивает, все ли требования пожарной безопасности соблюдены. Пока нареканий нет. Мы постоянно созваниваемся, подрядчики идут навстречу, консультируются и по мере возможного устраняют. Если они до первого сентября успеют все сделать, как обещали, то, естественно, мы съездим, проверим и с удовольствием откроем, чтобы дети учились в новой, светлой, красивой школе. Дня, когда новая школьная гавань начнет принимать учеников, ждут всем селом. Сейчас ребята вынуждены ютиться в нескольких зданиях, совсем не предусмотренных для обучения. Новую школу начали возводить еще в 2012 году, а первый звонок планировали провести еще в 2014. Но, как часто это бывает, подрядчики взялись за дело, а потом куда-то пропали. В итоге строительство затянулось на долгие четыре года. А где была проблема с крышей? Что у нас там с крышей провалилось? А, нет, где-то упало. Это все переделали. А в чем была проблема? Из-за чего? Подвесок мало было. Я сам этим занимался две недели после. И все другие классы перед речью. Ну, по остальным классам проверили? Проверили, все, да. Подрядчик заверяет, все неполадки, нестыковки и недоработки устранены. А проблем при возведении школы возникало немало. Это потому, говорит губернатор, что проект «Насметная документация» разрабатывалась без должного изучения особенностей местности и рельефа. Заказчик изначально подошел очень некомпетентно к вопросу проведения изыскания. И вот отсюда все эти вещи. И место очень топкое. Изыскание, об этом и речь. Изыскания были проведены не совсем эффективно. Вот, собственно говоря, результат. Побывал Игорь Кошин в детском саду Нижней Пеши. Здесь заведующий был озвучен ряд проблем. В частности, в здании для малышей холодно. Кроме того, не работает установка по очистке воды. Просил Холодова, просил Михеева. Вот это все-таки разобраться с водоочисткой. До сих пор проблема не решена. Поэтому у меня просьба. Вот мы вернемся, когда руководство Полярного района дернете, и пусть они в телевизор пообещают, когда они решат эту проблему. Проблема вроде и формального характера. Водоустановка находится на балансе детского сада. Детский сад находится в ведении Ненецкого округа. А обслуживать эту водоустановку может только Севержилкомсервис, подведомственное учреждение Заполярного района. В итоге из-за этой бюрократической проволочки система водоочистки не работает уже два года. Надо было разделить этот объект. На сегодняшний день чем занимается и детский сад непосредственно в Пеши. То есть они в феврале к нам написали письмо, чтобы готовы ли мы принять к себе эту водоустановку. Мы в свою очередь запросили в Севержилкомсервис, что согласны они потом дальше взять ее в Кусведни или нет. В марте месяце мы написали ответ, что мы готовы забрать к себе и дальше эксплуатировать. И в принципе воду отпускать уже по тарифу, который установлен в Севержилкомсервис. Поэтому тут сейчас на детском саду оформятся документы, православные документы, как на установку, так и соответственно землю. Потому что сейчас объект без земли передаваться не может. Все, дальше мы перезадим в Севержилкомсервис. Со слов Надежды Михайловой, как только руководство детского сада подготовит и направит в Заполярный район все необходимые документы, проблема будет решена. Алина Волчейская, Александр Дуркин, телеканал «Север», село Нижняя Пеша.